Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко «Кройка и шитьё». Я являюсь автором безликального метода кроя и автором также нескольких книг, печатных по кройке и шитью. Сегодня тема нашего разговора – техническое задание. Что это такое? Многие из вас приобрели мои книги, обращаясь прежде всего к вам, ну и, конечно, обращаясь ко всем. Этого не написано в моих книгах настолько явно, насколько это отложилось бы в вашей голове. И поэтому, когда вы мне по всем многочисленным соцсетям начинаете задавать вопросы, находите вы меня везде, где только я представлена, я теряюсь, как мне на них ответить. Я стараюсь ответить каждому из вас, но чтобы мои ответы были более правильными, я бы очень хотела, чтобы вы, посмотрев это видео, поступали именно так, как я сегодня вам расскажу. Начинать надо проверку любого построения именно с анализа технического задания. Что же это такое техническое задание? Но прежде чем к нему перейти, я хочу вам рассказать, немножко начать издалека и рассказать еще одну очень важную историю. Значит, как вы знаете, мое отличие от большинства других, я стараюсь вам не рассказывать ту или иную позловую обработку, то есть как воротничок скроить, как его пришить, хотя я это тоже рассказываю, но не так часто, потому что это рассказывают абсолютное большинство тех, кто присутствует на Ютубе. То есть они вас учат, по сути дела, шить. Шить отдельные какие-то истории создавать, как пришить замочек, как обработать поясочек, как сделать это, как сделать то и так далее, и так далее. Очень всего этого много. Но никто не показывает, не рассказывает вам систему создания того или иного изделия. Я сознательно не называю платье, блузка, пальто, юбка, брюки или еще что-то. Я называю это, в общем, словом изделия. Так вот, посмотрите сюда, пожалуйста. Весь этап создания... Скороговорка расскажу, да? Весь этап создания одежды состоит... Весь цикл создания одежды состоит из четырех этапов. Итак, этап первый. Мы снимаем мерочки с вами, изучаем тело. Очень важно в этот момент сосредоточиться на том, какая особенность есть у нашей фигурки. Чтобы ее понять, и чтобы потом учесть ее в этом... В дальнейшем при построении. И результатом такого исследования является техническое задание. Техническое задание. Что же это такое? Это вот... Выглядит оно так. Всегда вы рисуете... Так, вот так вот надо показать. Вы всегда рисуете технический эскиз. Здесь у меня изображен технический эскиз базовой конструкции. То есть основы вашего платья. У него есть нагрудные выточки, выполненные из высшей точки плечевого шва. Есть талиевые выточки по спинке и по полочке. Есть плечевые выточки. И это платье имеет длинный рукав, зауженный немножко книзу. Дальше у него есть мерки. Посмотрите. Выписаны мерки в том виде, в каком я их обычно снимаю. И выбраны прибавки. Прибавками называют расстояние от тела до одежды. Пока вы мне не показываете такой картины, я не знаю, как вам помочь. Пожалуйста, все начинайте свои вопросы вот с такого технического задания. Все мерочки я хотела бы, чтобы вы мне присылали вот в таком виде. Пожалуйста, опять посмотрите сюда, да? То есть вы можете себе выписать вот это. Вот это все, да? Вы можете... Нет. Извините. Вот это вы можете себе выписать на отдельный листочек. Это будет ваша шпаргалка. Что такое ДТС, ДТ, ДТ, СТ, СБ. Это вы найдете в любой книжке. Вы все уже, большинство из вас это знаете. И мне я прошу показывать только одни вот эти вот цифры. Только одни цифры, потому что я этого не вижу. Чтобы вы вот это знали. Пусть эта шпаргалка будет для вас. Но не для меня. После того, как вы выполнили вот это техническое задание, вы его сформировали, вы переходите ко второму этапу. Второй этап, это вот этот у нас этап, да? Вот этот второй этап. Это этап создания базовой конструкции. На основе технического задания вы строите полочку, спинку и рукав. Выполняете после этого контроль. Посмотрите, вот так выглядит у вас построение базовой конструкции полочки, спинки. И вот так у вас выглядит построение вашего зауженного книзу рукавчика. А вот циферками в круглешачках вот здесь вот, да, показаны измерения. Вот здесь 53,5, 41, 54,5. Здесь у нас показана еще одна циферка в кружочке. Что это такое? Это контрольные цифры. То есть это те цифры, которые нам нужны для того, чтобы мы смогли проверить, насколько правильно мы построили свою выкройку. Ведь, например, посмотрите, что такое 41? 41 – это талия. Талия, да? Посмотрим, вот обратимся, например, вот к этому техническому заданию. Здесь у нас 48, 38,52. 38 у нас талия и прибавка по талии ПТ равно 2. То есть талия 40 вот у такого платья, да? А у нас получилось при построении 41. То есть прибавка оказалась не 2 сантиметра, как мы здесь заложили, а прибавка оказалась 3 сантиметра. А силуэт какой? А силуэт полуприлегающий, как мы и хотели. То есть талия у нас соответствует тому, что мы с вами захотели в техническом эскизе. Значит, контроль проведен правильно. Да, я не буду конкретные цифры называть, но что такое будет контроль? Контроль это у нас прибавка. Грудь у нас должна быть 48 плюс 4 плюс минус 1. Талия у нас должна быть 38 плюс 2 плюс минус 1, да? И бедра у нас должны быть 52 плюс 0 плюс минус 1. А рукав у нас должен быть 28 плюс 4. То есть 32 сантиметра. И вот эти вещи вы все проверяете, контролируете. На втором этапе. Вот этот второй этап, он заканчивается контролем. И когда вы выполнили вот этот контроль, ваша базовая конструкция оказалась подготовлена. Вы уже идете в магазин, допустим, да? И там покупаете нужную себе ткань. Придумываете, какое платьишко вы будете шить. Например, я хочу шить вот такое платье. Когда у меня сзади будет средний шов по спинке, будет там шличка, когда у меня будет вырез лодочка, и когда на грудная выточка у меня будет переведена боковые швы. Это уже изменение базовой конструкции. И этап нам нужен третий. И поэтому, если на первом этапе вы формируете техническое задание первое, видите, ТЗ-1, то вот на этом этапе вы формируете техническое задание уже второе. А, вот оно, да. Это ТЗ-2. Видите, вот техническое задание второе, потому что здесь вы уже поменяли фасон. И наступает, и тоже выписаны мерки и прибавки. И наступает третий этап создания одежды, когда вы начинаете выполнять моделирование. Моделирование значит изменение вот этой самой четко построенной базовой конструкции для того, чтобы выполнить соответствующие вот такие вот элементы, которые здесь вы указали. Вот такая структура всей вот этой вот вашей работы. Понимаете теперь, какое огромное значение имеет вот это техническое задание? Потому что если вы мне его не показываете, да, я не вижу, какая у вас цель. Ведь рисунок – это ваша цель, по большому счету, да. Мерки – это ваше тело. Я должна знать, какое у вас тело, да. Я должна проверить вот эти мерочки. Вы знаете, что я проверяю их по шести пунктам, прогоняя их, дай, поэтому я могу увидеть легко вашу ошибку. И прибавки, какие вы применяли в построении своего чертежа. И только потом я могу понять, насколько правильно у вас нарисован вот тот, выполнен тот или иной чертеж. Понимаете? Поэтому важность технического задания, она огромна. Ну и уже закончу вот эту вот историю, да. Раз уж я коснулась того, что мы с вами разговариваем о четырех этапах создания одежды. Четвертый этап – это работа непосредственно с тканью. То есть мы переходим к шитью. Когда мы выполнили все три этапа, они у нас представляют собой построение базовой конструкции, изменение базовой конструкции, то есть это подготовка лекал, бумажных лекал, да, для того, чтобы работать непосредственно с тканью. Вы переходите к работе с тканью только тогда, когда у вас выкройки все готовы, лекалы у вас подготовлены, да. И вот вы должны просто сейчас знать два слова об этом, что структура непосредственно пошила самого изделия, начиная от раскроя, заканчивая пришиванием пуговочек. И в это, да, она состоит еще из 12 этапов и из 12 шагов. И вот любое изделие, какое бы вы в руки не взяли, будь то юбка, будь то брюки, будь то платье, будь то шубка или пальто, оно обязательно проходит все 12 шагов. Это раскрой, это сметывание, это примерочка, это внесение изменений, это стачивание, обметывание, утюжка, осноровка, слово которого многие из вас, новички, не знают, да, потом подрезка мелких деталей, потом у нас идет выполнение, окончание, потом у нас идет стачивание, потом у нас идет плечики, петли пуговицы и ВТО влажно-тепловая прокутка. Скороговоркой перечислила все эти этапы, но об этом нельзя говорить так быстро, и я буду показывать вам скорее всего каждый этап по отдельности, или по крайней мере мы будем с вами вот здесь в рамках этого канала обсуждать. Вот и все, что хотелось мне рассказать для всех своих учениц, еще раз, хоть я об этом и рассказывала раньше, но понимаете, что если вы будете двигаться вот в таком направлении, то у вас меньше будет ошибок. Никогда не надо отшивать макеты, никогда не надо отшивать макеты, никогда не надо тратить на это лишнее время, нужно просто научиться хорошо и правильно работать. Если вы решили пройти этот путь вместе со мной, никогда не делайте больше по тому способу, который вы знали до меня. Понимаете, то есть я, вы начинаете делать столько ошибок, что я не могу вам просто в ответ переписать половину книги. Я прошу вас очень и очень, кто учится удаленно, кто учится самостоятельно, кто имеет перед собой в распоряжении только одну мою книжку, дошли до работы с тканью, открывайте третью главу, называется книга сегодня «Кройка и шитье», и пожалуйста, сначала читайте, и только потом делайте каждый из 12 вот этих шагов. Договорились? И тогда вам разговаривать со мной будет легче. Мы будем с вами говорить на одном языке. Пишите свои вопросы. Я не против помогать вам и отвечать на них, но только пишите их корректно, пишите их, сформулировав очень четко, и загляните немножко вперед, прежде чем сформулировать свой вопрос, потому что заглядывая вперед, подготавливая себя, вы, как правило, именно там и находите ответы на те вопросы, которые у вас возникают спонтанно. Не спешите их мне задавать. Может быть, где-то впереди у вас уже есть ответ на этот вопрос, потому что вас каждым днем становится все больше, а в сутках часов не пребывает. Я, конечно, стараюсь отвечать всем, но и жизнь есть жизнь. Вот такую важную историю я вам рассказала про наши с вами отношения и, главное, про техническое задание. Всегда присылайте техническое задание. Начинайте с него. А еще плюсом к нему ваш собственный внешний вид на фоне светлой стены или дверей к чему-то очень облегающим, чтобы я могла понять, какая действительно у вас фигурка. Итак, до новых встреч. Всего вам доброго. Всегда ваша Галина Коломейко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова